Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют В этот вечер соседка попросила детектива Лукина Найти ее сбежавшую кошку Фроськ, Фроськ, ты где? Девушка, стойте! Не подходите ко мне! Я на месте стою, вы же видите? Давайте просто с вами поговорим Меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив, я могу вам помочь Я не хочу с вами разговаривать, я сейчас прыгну вниз Так подождите, хотя бы скажите, как вас зовут Ну, чтобы я мог сообщить полиции, санитарам из морга Каким санитарам? Ну, вы же сейчас вниз прыгнете и разобьетесь насмерть Я же должен сообщить санитарам, которые вас в морг повезут, как вас зовут Я не хочу в морг Ну, тогда давайте поговорим Вас как зовут? Даша Даша Куманова Вот, а почему вы решили разбиться насмерть? Я не знаю, как мне жить дальше Мои родители всю жизнь врали мне, говорили, что любят А на самом деле они мне не родны Я документы об удочерении нашла Ну, они к вам хорошо относились? Они меня всю жизнь ненавидели Да и мы в нищете живем, достало все Ну, хорошо, хорошо Я вам могу помочь, пойдемте со мной Не подходите ко мне Тихо, тихо Все, все уже позади, все, идем вниз, идем Ой, я не могу, меня ноги не держат Ух ты А ты говорила, что живете в нищете А одет вроде прилично Да это мне подружка отдает У нее родители богатые Секонд-хенд, одним словом Но ты не переживай, что ты приемная дочь Ты знаешь, иногда приемных детей любят больше, чем родных Любят больше? Да как только мне исполнилось 15 лет Мой так называемый папаша Начал ко мне приставать Он пытался меня изнасиловать Но я рассказала все маме А она сказала, что я в рунь и ударила меня по лицу Сегодня она опять в ночной смене Я сегодня не вернусь домой Я его боюсь А его как зовут? Да, кстати, за попытку изнасилования Его можно привлечь к уголовной ответственности Николай Куманов Николай Васильевич А тебе сколько лет? 16 скоро Проблемы Ладно, пойдем вниз, у меня там машина А куда мы поедем? Я домой не вернусь Мы поедем к вам? Нет, я отвезу тебя к маме на работу Или в полицию Они вызовут представителей органа опеки И во всем разберутся Я не хочу никакой полиции Давайте вы лучше меня к подружке отвезете Ну хорошо Но сначала ты позвонишь маме Подружка где живет? Тут недалеко, я вам покажу Поехали Так, ну все Давай, звони Ой, Ларек, я пить хочу Купите мне воды, пожалуйста А то у меня денег нет Слушай, может ты есть хочешь, а? Нет, только пить Хорошо Чего тебе купить? С газом, без газа? Слушай, может тебе сока какого-нибудь, а? Минералки простые Держи Даша Вот черт, а! В Костроме Медвежонка, которому сулила трагическая судьба Теперь ждет судьба Что там интересненького в мире происходит? Ну, главное, чтобы не было никаких катастроф Его усыпить Безнадежным пациентом занялся врач-остеопат Ну, решил, если людей на ноги можно поставить То почему же... Здрасте Доброе утро Нужно срочно разыскать Дашу Куманову, 15 лет А что случилось? Игорь Лукин рассказал помощникам обо всем, что произошло с ним вчера вечером Зачем я из машины вышел, а? Ну, у меня там денег немного было, кое-какие документы Но хотелось бы все вернуть Слава Богу, что паспорт и права у меня в кармане были Так Сейчас мы найдем адрес этой Даши Вы отчество ее знаете? Она сказала, отца зовут Николаем О! Но в нашем городе проживает всего три Дарья Николаевна Кумановых Одной 70 лет Второй 43 А третий 15 Вот она нам, видимо, и нужна Зарегистрирована по адресу улица Майская, дом 15, квартира 29 Так это недалеко от моего дома Все, я поехал Здравствуйте Здравствуйте Моя фамилия Лукин, я частный детектив А вы мама Даши Кумановой? Да, Марина Сергеевна Мы можем поговорить? Можем Проходите Спасибо Я пришел поговорить о вашей дочери Она домой-то вернулась? Даша? Нет, в школе пока А что? А она сегодня дома-то ночевала? Ну, конечно, ночевала Я ее утром еле добудилась А в котором часу она вчера вечером домой пришла? Около девяти вечера А почему вы спрашиваете? Что-то случилось, да? Дело в том, что вчера в 21.00 Я с вашей дочерью Разговаривал на крыше Она хотела С жизнью покончить Что вы такое говорите? Так Послушайте Даша В это время вчера дома была А вы что, разве Сегодня в ночную не работали? Я работаю Участковым врачом В районной поликлинике У меня ночных смен не бывает Мне кажется Что вы Дашу с кем-то перепутали Это точно У вас фотографии дочери есть? Ну, вот она Ну да, действительно Действительно, это не она Я разговаривал с другой девочкой Постойте Если та девочка Назвалась именем вашей дочери Значит, они знакомы? Вы подруг дочери знаете? У Даши переходный возраст И сегодня она дружит Завтра ссорится Потом опять мирится Не могу точно сказать А в какой школе Даша учится? Может, я с ней поговорю? Ну, может, она мне что-то прояснит, а? В 23-й Вон там За углом Спасибо Я вас провожу Детектив Лукин увидел на крыше дома девушку Которая была исполнена решимости покончить с собой Игорь Лукин уговорил ее спуститься вниз Девушка рассказала, что ее зовут Даша Куманова И что у нее конфликт с приемными родителями Детектив Лукин решил отвезти девушку в безопасное место Но по дороге она сбежала Детектив Лукин пришел в школу И нашел там Дашу Куманову Даша, вчера у меня с одной девушкой произошел инцидент Эта девушка почему-то называлась твоим именем Ну, откуда же я могу знать, почему она представилась моим именем? Да и кто это мог быть? Объясню Значит, она примерно с тобой одного роста Худощавые, узкие плечи, карие глаза И такие длинные темные волосы А, Ритка, что ли? Что за Ритка? Ну, Ритка Гордеева Это моя одноклассница Мы с ней дружим Она мне еще иногда вон вещи свои отдает Ну, которые ей не нужны Но только ее сейчас в школе нету Да она вообще в последнее время какая-то странная То плачет, то хохочет, то молчит А она ничего не говорила, что у нее в семье какие-то проблемы? Да какие у нее в семье могут быть проблемы? У нее родители такие деньги заколачивают У нее есть все, что она нам может только пожелать Ну, почему же она тогда плачет? Ну, мне Ритка по секрету сказала Что у нее там роман с каким-то взрослым мужиком И они даже спят вместе Понимаете? Но только если что, я вам ничего не говорила Да-да, я понимаю А имя этого мужика она не называла? Нет Я уже и так, и этак вокруг нее вертелась Но она ни в какую Понятно Мне тогда адрес Риты Майская 19, квартира 44 Но только я вам ничего не говорила Понял, спасибо До свидания Игорь Лукин приехал домой к Ольге и Глебу Гордеевым Рита пыталась покончить с собой Как такое могло быть? У меня в голове не укладывается Слушайте, то, что вам Рита наговорила Это какой-то ужас просто Рита наша единственная дочь Мы ей никогда ни в чем не отказывали У меня никаких ночных работ А Глеб ее родной отец Какой-то абсурд Мы очень любим Риту И никогда не делали ей ничего плохого Она ведь у нас одна Поймите Но ведь должна же быть какая-то причина У вас есть ее фотография? Мне нужна последняя Сейчас принесу Я думаю, что всему виной Этот проклятый диджей Некий Алекс Ему уже, наверное, лет двадцать Ну вот скажите мне Что может быть общего У двадцатилетнего Аболтуса и школьницы? Я однажды увидел их вместе Этот наглец обнимал мою дочь А ей ведь всего пятнадцать Ну я Сказал ему пару ласковых Пообещал, что все ноги переломаю Но потом снова увидел их вместе Тогда я сказал, что Впредь буду контролировать каждый ее шаг Ну то есть Провожать в школу, встречать Вчера я отвез ее в школу А когда приехал за ней То ее уже в школе не было Она ушла после третьего урока Вот Ритина фотография Мы даже в полицию заявление написали Ну вы же знаете У них занятость, людей нет Оля Ну выпей уже, наконец, лекарства Да, да Да, 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 я поняла Ну что Шеф прислал фотографию девушки Вот Это Рита Гордеева Нам надо разослать ее фотографии По гостинице У девочки есть деньги Она наверняка могла снять тебе номер Откуда у нее деньги-то? Только она же у шефа барсетку украла А И это все? Нет А еще надо найти диджея по имени Алекс И узнать, в каком клубе он работает Вот этим Ты как раз и займешься А А я займусь гостиницами Давай-давай Алло Да, это я Что? Куда подъехать? Оля Что случилось? Что случилось? Звонили из морга Там труп девочки 16 лет Надо ехать Я с вами Оленька Ну успокойся Все обошлось Да, слава богу, что это была не Рита Где Рита? Где моя дочь? Найдите ее! Я не могу без моей дочери! Оль, Оль, прекрати Я отвезу ее домой А Вы держите нас в курсе ЗВОНОК Дань, что там у тебя? Игорь Петрович Ну мне только что звонили с ресепшена городской гостиницы Там видели Риту Она была не одна с мужчиной лет 30 Зовут его Ильин Виктор Сергеевич На него был зарегистрирован номер Адрес гостиницы улица Горского, дом 10 Детектив Лукин приехал в гостиницу, в которой видели Риту Ну не надо, пожалуйста А-а-а-а-а Ничего не надо Ты кто такой? Я ищу Риту Гордееву Ее видели с тобой Ты про эту сумасшедшую? Так она давно уже ушла Ну давай, рассказывай, как все было А иначе привлечем тебя За совращение совершеннолетних Она была не совершеннолетней? А мне соврала, что ей 18 Да я не совращал ее Просто сидел вечером в баре, в гостинице Но она подошла, попросила пиво купить ей Ну и что дальше? Ну купил я пиво Ну что ты на меня так смотришь? Ну мне на лбу уж не написано, сколько ей лет Потом она сказала, что ей ночевать негде Ну я привел ее к себе в номер Потом она начала меня совращать Это девочка? Тебе? Да Я даже на телефон все снял Думал, из командировки вернусь Перед мужиками на работе похвастаюсь Выпить еще хочешь? Нет, спасибо Давайте я лучше для вас станцую Стрептиз? Давай Ну что ты тянешь? Давай раздевайся Ну что ты так это даешь? Сначала заводишь, а потом надинамишь Извините, я не могу Ну а потом что было? Она заперлась в ванной и не выходила оттуда Я даже в туалет на ресепшн ходил Потом еще выпил И уснул Когда проснулся, ее не было Карманы проверил, вроде все на месте Ну смотри, если соврал Не поздоровится тебе Да нафига мне врать, детектив Ты же сам все видел Да, я вас слушаю Это Ольга Мне только что звонил Глеб Он нашел этого диджея в каком-то клубе на погонной 13 Глеб сейчас там Я боюсь, что он его просто убьет Не волнуйся, я уже оттуда еду Ты чего, Марина? Иди сюда Ты сволокий Где моя дочь? Где моя дочь, сволочь? Куда ты дел мою дочь? Урок! Так, 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 девушка, в сторону Ну как, Глеб, Глеб Все Вы что, думаете, что сможете помочь дочери? Если отсидеть в обезьянниках 15 суток, да? Да, да, вы правы Просто я уже не мог находиться дома У Ольги постоянные истерики Она все время кричит Делай хоть что-нибудь Ну я и пошел по клубам Начал с тех, которые ближе к дому А в этом вот Нашел Алекса Ну а Рита? А Риты Ни в одном клубе не было Вот что, Глеб Самый лучший вам сейчас отправится домой С Алексами поговорю сам Да, только Пожалуйста, позвоните А то мы с Ольгой просто С ума сходим Конечно, конечно Договорились Спасибо Детектив Лукин увидел на крыше молодую девушку в истерике Он уговорил ее спуститься вниз Девушка рассказала детективу, что ее зовут Даша Куманова И что у нее конфликт с приемными родителями Но на самом деле оказалось, что это была Рита Гордеева Единственная дочь обеспеченных родителей, которую очень любят Домой Рита вернуться не захотела Я частный детектив Хотел бы поговорить У вас этот козел прислал, что ли? Вы мне можете по-человечески объяснить? Че ему от меня надо-то? Это отец Риты Гордеевой А Рита пропала А что я его дочке сделал? Нет Меня эта история, знаете что? Достала уже Сначала приходит она Ко мне клеится Потом приходит этот сумасшедший мужик Теперь вы Вы как с ней познакомились? В клубе Она пришла, потусила Подошла к диджейскому пульту Сказала, что я крутой диджей И все? И все У меня с ней никаких отношений не было Она маленькая еще, понимаете? Мне статья не нужна И к тому же у меня девушка есть Ирен И тем не менее, я хотел бы осмотреть вашу квартиру Да вы че? Совсем офигели? С какой стати? Вы, конечно, можете мне отказать Но В ваших же интересах Сделать так, чтобы вас поскорее оставили в покое Если, конечно, в вашей квартире нет Риты А, Алекс, ну ведь он прав Покажи ему квартиру Да не проблема Черт А где ключи? Ты их вроде у пульта выкладывал Ну, посмотри, может быть, там лежат А может, они выпали, пока мы дрались Так, короче, ты поищи здесь А я к пульту пойду Ирэн, а вы Риту видели? Имела счастье Эта девчонка нагло клеилась к моему Алексу Ну, я ей сказала пару ласковых Она заплакала и убежала Так вы что же, ее ударили? Что вы? Мараться об малолетку? Ну, что, нашли? Нет И у пульта нет Ладно У соседа есть ключи запасные Пойдем? Пойдем Никакой Риты здесь нет И никогда не было А ты Ты что тут делаешь? А ты Да ты меня Ты понимаешь, что ты меня обманывал Все это время Ир, Ир Я не знаю, как она здесь оказалась Да пусти меня Я тебе клянусь Я серьезно не знаю Дожди Стой Так Давай, одевайся И убирайся отсюда Дуры малолетние Ты мне не нужна Поняла? Алекс, я думаю Отведите Иру на кухню Ей не помешает стакан холодной воды Ну, а ты одевайся А я отвернусь Чтоб ты не сбежала Там родители уже Чуть с ума не сошли Да не бойтесь Я больше не сбегу Береженый Бог бережет Ты мне лучше расскажи Зачем ты все это придумала И где все это время была Я его любила, понимаете? Алекса А зачем тогда с Виктором В гостиницу пошла? В номер? Ну, я когда у вас барсетку украла Я решила, что можно В гостинице переночевать А у меня начали паспорт спрашивать Ну, я пошла в бар Там с этим познакомилась Он меня к себе в номер пригласил Я пошла Ну, и что в номере было? Ну, я хотела с ним переспать Назло Алексу Но не смогла Убежала в ванну и закрылась А утром пошла по городу гулять А вечером в клуб пришла Там было темно, тесно И я у Алекса ключи С пульта стащила Решила дома его подождать С ним тоже переспать? Ну, чего вы издеваетесь? У меня ни разу никого не было Я хотела только с ним Я ведь его любила Я с крыши чуть из-за него не спрыгнула А он оказался обычный подкаблучник Перед этой Иркой унижается Да как я могла влюбиться в это ничтожество? Да я его ненавижу Ненавижу! Все, 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 девочка, успокойся Все будет хорошо Выпороть бы тебя Да боюсь поздно Ну, Глеб, подожди Риточка, ну мы же тебя любим А ты такое творишь Я чуть с ума не сошла Вы меня любите? Да у вас всегда дома нет Мы же не разговариваем совсем Я только и слышу Рита потом Рита отстань Рита не мешай Боже мой Неужели же мы с тобой так говорили? А я тебе несколько раз Про Алекса хотела рассказать Но ты меня не слушала совсем Доченька Ну, мы же все только для тебя И деньги зарабатываем тоже А ты вообще меня опозорил Когда начал с Алексом во дворе разбираться Надо мной все смеялись Папочкиной дочкой дразнили И соплюхой Да это было ужасно Я просто хотел, чтобы ты Не встречалась с этим парнем Я ведь думала, что он любит меня Он так мне улыбался Я в клубе к нему подошла Тут Ирка эта Она смеялась надо мной И сказала, что мне ничего не светит Я подумала, что мне незачем дальше жить Рита, Риточка Ну, что же ты такое говоришь? Ну, как бы мы без тебя жили? Да я бы тоже бы Я бы тоже бы умерла Мамочка, я тебя тоже очень-очень люблю Прости меня, пожалуйста Девочки мои Давайте больше никогда не будем ссориться Вы меня, конечно, извините Но мне бы хотелось назад получить свою барсетку С документами Ну, все на месте Простите Я себе вот что купила Я так давно мечтаю о собаке Но мне всегда говорили, что она нам мебель испортит Рит, пойдем Тебе нужно умыться И переодеться Спасибо вам большое Спасибо Вам надо просто почаще общаться с дочерью Войть почаще вместе А иначе вы потеряете Возраст такой, знаете ли, опасный Да, и купить его и собаку Ольга и Глеб Гордеевы купили Рите щенка Она назвала его Алексом Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют В детективное агентство обратилась Мария Сенникова Ее мужа обвинили в краже боевых орденов при весьма странных обстоятельствах Очевидно, ее, можно сказать, спас из пожара вынес Она его в краж А почему подозревают именно его? А кого же еще он вор лицедевист? Кто, если не он? А Ленечка слезал А никто не верит Леня, Леня Сенник Хорошо помню его, было дело, пересекались И он вас помнит Я поэтому к вам и пришла Он не знает только, что я к вам А мы ведь только жить начали хорошо Машину новую купили Ремонт решили сделать Ребенки стали думать О, что вы все-таки попробуйте успокоиться И расскажите мне, как все это происходило Десять дней назад мы пошли Поехали выбирать обои Мне вот кремовые тебе понравились больше Смотри, пожар Помогите, помогите Леня Леня, разве окно Нельзя окно, если там огонь полыхнет сильнее Я попробую дверь открыть, а ты пожарную вызывай Да-да-да Леня, она живая? Да, дышит Там огня почти не было Один дым Так Ну что ж, понятно А где сейчас Леня? А сейчас он на работе Его С него подписку взяли, а не выезде Ой Мне же ехать надо Я Я опаздываю Простите, пожалуйста Давайте я вас провожу Спасибо До свидания В интернете этого Сенника сделали героем Вот послушайте, статья о Леониде Сенникове Изменившийся человек Во время последнего отбывания срока Неожиданно для всех обратился к Богу Вышел по УДО Занялся общественной деятельностью А, и самое главное Вынес из горящей квартиры вдову генерала А вот что, Данила Ты мне поищи сейчас людей Которые коллекционируют награды А я сгоняю к следователю Ну, выясню, что там происходит Детектив Насонов Встретился со следователем Виталием Семеновым Ведущим дело Сенникова Собираешься защищать рецидивиста? А ты думаешь, что ордена Сенник предтеют? Знаешь, сколько они на черном рынке стоят? За один орден Ленина Более 100 тысяч рублей А за орден Красного Знамени От 150 до 200 Ну, это понятно А по факту что? Был в квартире два раза Первый раз Бердникова вытащил Зачем второй раз заходил? Двухкомнатная квартира Чего он там с первого раза не увидел? Второе Сумку у него с собой была Ее никто не досматривал А кто бы мог досмотреть? Вот, это самое интересное После того, как Бердникова у скорой увезла Там еще пожарные оставались Они вызвали участкового Ну, для того, чтобы дверь опечатать А Сенник твой, как про участкового, услышал Отдал сумку жене и домой ее отправил Участковый-то мог поинтересоваться, что в сумке? И откуда такие факты? Откуда такая информация? Из показаний пожарных Кстати, а причина пожара-то, возгорания какая? Да тут понимаешь тот самый случай, когда дым без огня На включенный обогреватель упала подушка Бердникова в это время спала А современный наполнитель негорючий, один дым То есть пожара-то как такового и не было Пожара не было, а воня Расследование этого дела на контроле Племянник потерпевший, некто Сергей Бердников Оказался на редкость громогласный Уже и в газету написал, и в интернете Компании развернул По пране памяти ветеранов и все такое Ну, давай Счастливо О, смотрите Племянник Бердникова и собственным расследованием занялся Как нам удалось узнать Недавно господин Сенников приобрел импортный микроавтобус Стоимостью которого несколько десятков тысяч долларов Откуда у работника благотворительной организации такие деньги? Ну-ка, ну-ка, микроавтобус, говоришь? Угу Странно, вор, который вдруг подрезал большие деньги Купил микроавтобус Ну, он бы джибы, скорее всего, купился Ну, да, микроавтобусы Это скорее для большой семьи Или для работы А помните, жена говорила, что они хорошую машину купили Ремонт стали делать Так, ну, вообще не похоже, чтобы рецидивист засветил деньги Машина, ремонт Не хотел он со мной разговаривать Но я вижу, придется Алексей Викторович отправился на встречу Со своим бывшим подследственным Здорово, Сенек О, какие люди Здорово, гражданин начальник Какими судьбами в наших краях? Я по твою душу Слышал, я обвиняю тебя в краже орденов Подозревают Еще ты-то моим делом решил заняться Неужто думаешь, что я старуху стал бы грабить? Поэтому решил заняться, что не думаю так Тогда с чего ты за меня взялся? Ленечка, это я Я подумала, ты говорил, что он хороший человек Так это ты Ты давай свою гордость немножко поубавь Уже не мальчик все-таки, уже давно Не мальчик, поэтому и помощи не прошу Сам справлюсь А ты слышал, что племянник этой старухи-то целую компанию поднял? Шум Дело принимает общественный резонанс Дозвонил мне этот горлопан Требовал, слюной брызгал Только я его послал Потому что не брал ничего А доказывать не мое дело Да дело-то, конечно, не твое Он говорит, что на деньги от прудных орденов-то машину купил Откуда машина-то? Да не наша она Исследователю я про машину говорил Ее спонсоры для фонда помощи заключенным купили Я же один по зонам мотаюсь Вот и выписали на меня генеральную Ты прости, что ей сразу не сказала Ленечка, главное, чтобы тебе ничего не было за это Так, ну ладно С одним вопросом вроде бы все разъяснилось Объясни мне, пожалуйста, тогда такую штуку Почему, как только услышал про участкового Жену с сумкой домой отправил? Так это не он, это я Мы же домой шли, а там в сумке пельмени были И я боялась, что они разморозятся и слипнутся Так, ну с этим вроде тоже понятно Слушай, тебе в квартире ничего странного не показалось? Дверь не закрыта и подушка эта С подушкой что-нибудь так? Да, откуда она там на обогревателе оказалась? Там рядом ни кровати, ничего такого Ладно, пока давай, но мой тебе совет Сам не пытайся разобраться ни в чем Ну не дразни судьбу Алло, Ань, давай сейчас подъезжай по адресу Бердниковой Пообщаемся с тобой с потерпевшей А Даниле, скажи, пусть начинает собирать информацию на Сергея Бердникова Все, давай, жду тебя на месте В детективное агентство обратилась жена Леонида Сенникова Ее муж, бывший вор-рецидивист Спас из задымленной квартиры вдову генерала Бердникова Которая впоследствии обвинила его в краже наград ее покойного мужа Детективы навестили пострадавшую вдову генерала Бердникова Да нет, ну что вы, все уже в порядке Кошмар Этот уголовник, как его Сенников Конечно, спасибо ему, но красть память о муже Это что-то, знаете ли, запредельное А скажите, пожалуйста, а почему заявление в полицию писали не вы, а ваш племянник? Я в этом ничего не понимаю Пока был жив Володя Все дела вел он А потом все пошло под откос Все пришлось продать Антиквариант Мебель Вот Ничего не осталось, почти А награды? Ну что вы Это же святое Я ей племяннику сказала, что пока я жива Ни одна медаль не пересечет порога этого дома А он что, просил вас их продать? Нет, ну напрямую-то, конечно, нет Но все эти намеки о большой стоимости Знаете, наводят на мысли Конечно, нужно было сигнализацию ставить Но у меня денег нет А вы всегда не запираете входную дверь? Нет, ну что вы В этот день у меня сережка был Наверное, уходя, не плотно их запер Это меня и спасло Скажите, а где хранились награды? В коробочке, где фотография Павлоди Понятно Скажите, а посторонний человек мог понять, что в коробочках ордена? Конечно, на каждой коробочке изображение ордена Я их доставала, когда журналисты приходили Интересная женщина Вот только живет как-то беда для генеральской вдовы Так ведь она же сказала, что все продала Кстати, вы заметили? Что именно? Она себе сделала косметическую операцию Не, я их внимания не обратил Так это неудивительно Мужчины вообще редко на это внимание обращают Кстати, мне показалось, что в ее квартире что-то не так Только я пока не поняла, что... Не знаю Ну пойдем пока с милянником поговорим Детективы надеялись, что встреча с Сергеем Бердниковым Хоть как-то прольет свет на это запутанное дело Здравствуйте, Сергей, Сергей Бердников, да? Да, здравствуйте, а в чем дело? Моя фамилия Насонов, я частный детектив Понимаете, мы занимаемся делом Леонида Сенникова А, то есть вы защищаете этого уголовника, да? Что же, у вас тоже ничего святого нет? Вы не понимаете, мы истину хотим установить И вернуть награду вашего деда Понятно Не о чем мне с вами разговаривать Если хотите поговорить, вызывайте повесткой А сейчас до свидания Да, интересный тип Ладно, Ань, ты возвращайся в офис Я к следователю еще подскочу Хорошо Привет Привет Ну и что, мы радуемся? Нашел преступника? Угадала Два часа и дело раскрыто Да ладно И какой же метод дает такой результат? Современные технологии Мне велено было найти спеца Я нашел Но это не главное Я поискал в интернете, где тусуются эти коллекционеры Посмотрел, цену узнал И дал объявление о том, что хочу купить ордена По ценам раза в полтора дороже, да? В два раза И более того, через час у меня уже было предложение В 19.00 я должен сидеть в машине возле парка Слушай, а если он для начала захочет проверить деньги? Ты случайно шефу не хочешь позвонить? Не надо отвлекать шефа Главное, чтобы мужик купил ордена Пока он будет потрошить куклы, мы его оп и возьмем Да, Аня, а если он будет не один? Ладно, все, я звоню шефу Аня, не надо никуда звонить Не надо звонить шефу Я справлюсь Это мой звездный час, ты понимаешь? Анна и Данила отправились на опасную операцию Встречу с продавцом боевых орденов С которым познакомились в интернете Алло Алло, Аня, а где Данила? Я до него дозвониться не могу Что? А мне почему не позвонили? Вы где сейчас? Паршицы, а? Может быть, ты жив? Жив У него пистолет Ну, ничего, пусть бежит В дипломатии маячок Он меня когда пытался его выхватить Я шифры крутанул, так что Просто так не откроет Ну, а что там у него? Да ничего, нормально жить будет Сейчас я пластырем заклею Открой багажник А я бы добавил бы еще Так Остановился Пятнадцать метров Явно пытается открыть замок Значит так Я пытаюсь его заговорить А ты обходи сзади Давай Здорово, Савелев Привет, Сава Гражданин начальник А что ты тут? Сава, ну место-то общественный парк Гуляю я здесь А ты чем занят? Да вот, потерял кто-то Дай, думаю, посмотрю Может там что-то ценное есть Сава, ну ты же парень-то взрослый Ты же знаешь Находки в полицию надо нести Вдруг там бомба Нету там бомбы Ты что, знаешь, что там? Стоять! Ствол на землю, руки вверх Вы что, вместе что ли? Да это фуфил Я просто фраера припугнуть Где ордена? А я почем знаю Мне вообще этот финт на зоне рассказали Мол, заходишь в интернет Смотришь Кто что по нелегалке купить хочет Пишет, что у тебя это есть Вот фраер Навстречу с баблом и приходит Ну что, гений, сыска Знатно побегли? Ну, иногда неплохо размяться Разминаться головой чаще надо И то не всем Как я смотрю И про ордена Мы так ничего и не узнали Ну, правда, зато узнаем Где теперь искать не надо Что ты нашел на фалеристов еще? Вот, 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 вот Любопытный тип Бекешин Семен Пантелеич Бутафор из местного театра Коллекционер Знаток этой темы Так, ладно С ним надо будет поговорить На сегодня все свободны Берников остается на тебе Надо будет еще выяснить Была ли пластическая операция У Алифтина Мироновны А может, я Берникова это Того? Чего того? Ну, на прослушку поставлю Делай, что хочешь Только вот я об этом Ничего не слышал На следующий день Алексей Насонов и его помощница Анна Встретились с Семеном Пантелеевичем Бекешкиным Видным коллекционером И знатоком старинных наград Награды Это не только память Это произведения искусства Есть просто уникальные произведения Такие орденания Штампуют и делают Мастера В этом-то я как раз Не сомневаюсь Но хотелось бы понимать Кто мог купить награды Генерала Берникова Молодой человек Вы могли бы Тнуть пальцем В человека И сказать Ты сядешь в тюрьму Ну, давайте все-таки Не будем утрировать Тут утрируй Не утрируй Но пока существует Статья Уголовного кодекса 3024 За сбыты И покупку Государственных наград Это будет Вы понимаете Мир фалеристов Поэтому очень закрыт Тут не выложишь Все, что имеешь Но вы хотя бы могли посмотреть На список похищен Да, пожалуйста Вот Так Два лысых Одна отечка Простите Я не очень понимаю Лысый Это орден Ленина Отечка Это орден Отечественной войны Это Понимаете У нас Сленг такой Ну, фейня что ли Твоя Понятно Так Но я вам хочу сказать Что этот список Мне знаком Извините Откуда Совсем недавно Ко мне приходил Один молодой человек И заказывал Мулижи Именно этих Орденов А вы не помните Как зовут этого Молодого человека По-моему Я еще не такой Старый Склеротик Чтобы забыть его имя Бердников Сергей Сергей Да Завтра Часом десяти Приносите все награды У вас все готово? Да Примем весь комплект Извините Да, что у тебя? Бердников Завтра несет Продавать награды Куда? Кому? Все, ладно В офисе расскажешь Давай Извините В хищении наград Генерала Бердникова Подозревается Бывший вор Рецидивист Леонид Сенников Но детективы Убеждены В его невиновности Их внимание Привлек странный Интерес К этим орденам Племянника Покойного генерала Сергея Бердникова На следующий день Детективы Установили наблюдение За Сергеем Бердниковым Смотрите Бердников Ну я так понимаю Что если он несет Продавать ордена Они при нем Значит можно смело Брать Пошли Сергей Доброе утро Может быть вас подвезти Это опять и вы Да нет спасибо Я знаете Или как-нибудь сам доберусь А мы все-таки настаиваем Интересно На каком основании Позвольте вас спросить На основании того Что у вас в сумке А что у меня там Такого страшного Ну мы полагаем Что там могут находиться Ордена Которую вы похитили У гражданки Бердниковой И сейчас несете продавать Ааа Вот оно что Ну тогда действительно Подвезите Так быстрее будет Куда Здесь недалеко 98 школа Может быть вы слышали Что там находится Музей боевой славы Ну что вы встали Поехали Вот Музей будет экспозиция Посвящена моему деду Генералу Бердникову Владимиру Родионовичу Нашему земляку А это все Малежи его орденов Подождите А у своей тетки Ну в смысле У гражданки Бердниковой Просили подлинники? Просил конечно Но я хотел их взять Только для того Чтобы сделать точные копии А потом Семен Пантелеич Бекешин Сделал просто копию Так сказать В общем приближении А вы не просили Него продать награды? Продать? Да вы что Я предлагал Ее установить сигнализацию И предупреждал Чтобы она была Ну как-то поосторожней А я кажется Поняла Что у меня не связывалось Помните обстановку в доме? Все достаточно скромно Ну это понятно Она все продала А вот гарнитур на ней Из самой последней коллекции Одного очень известного Ювелирного дома Ему между прочим Всего два месяца Я недавно каталог видела Что ж получается-то Наша бедная Алевтина Мироновна Совсем не бедная Ты про пластическую операцию узнал? Да, конечно Вот Ух ты И откуда ж У нашей бедной Несчастной пенсионерки Такие деньги, а? Да Да, Семен Пантелеич Конечно буду Через сколько? Ага Сейчас выезжаю Бекешин попросил О встрече Еще раз здравствуйте Семен Пантелеич Здрасте, здрасте Я бы хотел попросить вас То, что я вам сейчас скажу Осталось между нами За это можете не переживать Один из орденов Который вы разыскиваете Давно в коллекции Тупицына Так, а Тупицына-то кто? Ну я просто удивлен Вы занимаетесь этим делом Не знаете, кто такой Нестор Романович Тупицын? Это хозяин Антиквардного магазина Который напрогон Извините, вы сказали Давно это Давно это Более двух месяцев Это точно? Позволь человек Ошибается Только Бюро прогнозов А то, что говорит Бекешин Это совершенно точно Как на симпозиуме Калькулятор Семен Пантелеич А почему вы только сейчас И решили нам помочь? Вы понимаете Два коллекционера В одном городе Это слишком много Это как два стакана В одной руке И потом, знаете Стучать в органы А вы вроде Не совсем органы Ну что ж Я вас понял Спасибо вам большое До свидания Для проверки подозрения Что похищенные ордена Находятся в коллекции Тупицына Детективы решили Явиться к нему домой Алексей Насонов Попросил Данилу Снять встречу На скрытую видеокамеру Я смогу вам помочь Ну, например Коллекцию свою показать У меня, простите Не музей Да, я понимаю Но вот у меня есть информация Что награды Которые пропали Из квартиры Гражданки Бердниковой Находятся у вас У вас есть доказательства Что я их Украл А я не думаю Что вы их украли Наоборот Я считаю Что она сама Вам их продала Вы с ума сошли Как вы себе Это представляете Наплевав на Триста двадцать четвертую Статью Я вам заявлю Полгода назад Ко мне пришла Алифтина Мироновна Бердникова И предложила Ордена Своего мужа Я их купил За бешеные деньги Да не смешите Я не идиот И вообще Проваливайте отсюда Вам не хворать До свидания До свидания Тупик какой-то Все знаем А доказать не можем Буду получить признание Бердниковой Да не смеши Слушай Есть у меня одна идейка Ты вот это вот видео Которое только что сняли Подрезать сможешь? Да Пойдем Вы только пожалуйста Не волнуйтесь Но мы нашли Награды Вашего мужа Нашли? Где? У местного антиквара Тупицына Только вот он Отказался нам Их добровольно выдавать Утверждает Что это вы Ему их продали Я продала Что за ерунда? Какой Тупицын? Ну сами посмотрите Включи пожалуйста Полгода назад Ко мне пришла Алевтина Мироновна Бердникова И предложила Ордена Своего мужа Я их купил За бешеные деньги Негодяй Какой негодяй Ну нет Он же мне сказал Что никто Никогда ни о чем Не узнает Я предложила Да он сам Ну а как так Получилось Что продали награды? Понимаете Когда умер Володя Все рухнуло Все чем я жила Рухнуло Да еще этот племянник Идиот Будьте осторожны Алевтина Мироновна Эти награды Бешеных денег стоят И как сумму Ты мне назвал У меня аж Знаете Дыхание перехватило Вот я Тут бедствую А в шкафу Целое состояние А каким образом Тупицын вышел на вас? Понимаете У нас Было Несколько Картин Безделушек Фарфоровых Статуэток Ну Трофейное все Из Германии То есть вы эти вещи Сдавали к нему в магазин? Он предложил Прийти ко мне домой И оценить Несколько Безделушек Сразу деньги привез И наверное Конфеты Шампанским Тоже привез Он даже в ресторан Меня приглашал Ухаживал Подлец Знаете У меня даже Вот в душе Шевельнулось Думала Вот На склоне лет А потом? А потом Я продала ему награды А он больше не звонил И на звонки мои Не отвечал Я Думала Что все это Из-за возраста Ради него На операцию пошла Ну а ты всю историю С пожаром-то Зачем затеяли? Ой да Все это сережка То он Нужны ему Награды Чтобы ему Лежи изготовить То он Открытие музея Решил подлинники Выставить Ну я так подумала Что Когда случится пожар То Ну понятно Пожар Суматоха Пади разбери Кто в доме был Да Я так и хотела А тут это Сенников Ну что Пожарных вызвал Зачем сам-то полез Ну а Сергей Полицию вызвал Под давлением улик Тупицын вернул все ордена Наследникам генерала Бердникова Получив условный срок Он навсегда покинул город Пятый канал И объединение телевизионных компаний Представляют Тупицын вернулся Здравствуйте Здравствуйте Лукин Игорь Петрович Частный детектив Для меня должны были Оставить выписку Из истории болезни Моего клиента Да Конечно Доктор просил Передать вам Вот это Спасибо большое Извините пожалуйста Я случайно услышал Вы частный детектив? Да Меня зовут Юрий Курносов С моей женой Случилась беда Мне нужна помощь Ну хорошо Пойдемте поговорим Юрий рассказал Что его жену Олесю Вчера утром Нашли в парке Без сознания С ножом в руке В нескольких шагах От нее был Обнаружен труп Неизвестного мужчины С колотой резаной Раной Олесю подозревают В убийстве Этого мужчины Ну а что Сама Олеся Говорит о случившемся? Да она сейчас Без сознания В реанимации находится У нее черепно-мозговая травма Ну а что она утром В парке делала? Каждый день Она совершает Утренние пробежки Мы уже полгода Как женаты Олеся работает Секретарем моей компании Ну может быть Самое разумное Это подождать Пока Олеся придет в себя И сама ответит на все вопросы Понимаете в чем дело Мне через два дня Предстоит подписание Очень выгодного контракта Инвестор Бизнесмен из Германии Он очень щепетильно Относится к репутации Своих партнеров Прошу вас Помогите Я уверен Олеся ни в чем не виновата Ну хорошо Хорошо Попробуем разобраться Да Игорь Петрович Я понял Пробить информацию По Олесе Курносовой Ее девичья фамилия Мурашка А Ане скажи Пусть все выяснится А ее мужа Юрия Курносова Ну если что Звоните Я его следователь Разрешите? Здорово Здорово Давно тебя не было Присаживайся Предвкушаю твои вопросы Сразу даю ответы Личность убитого мужчины Установлена Станислав Кабанов 35 лет Прошлым владелец Продуктового магазина Но сейчас В его собственности Только продуктовый ларек На окраине города Жил один Разведен А что с магазином Случилось? Конкурента задавили Говорят Был человеком скользким Хитроватым Любителем халявы Ни с Курносовой В девичестве Мурашка Ни с ее мужем Убитый Общих дел не имел Слушай А может это Сама оборона Ну может Кабанов К ней приставал Не похоже При осмотре Олеси Ничего такого Не подтвердилось Ну а нож Не могла же Она в парке Бегать с ножом Да Вскрытие Кабанова Было? Да Умер он От удара ножом Кстати Мастерский удар Вот посмотри Оторванный Кусочек ткани Нашли рядом С местом Преступления Но Курносовой Он не принадлежит Не густо Ну не скажи У нас есть нож На ноже Кровь жертвы И отпечатки Пальцев Олеси А это сам понимаешь Железбетонная улика Которую трудно Чем-либо перешибить Что мы про Курносовых Выяснили? Да Ну в общем Юрий Курносов К сорока годам Твердо встал на ноги И решил жениться Брак у него первый Как бизнесмен Он человек порядочный А что про Олесю известно? Олеса родилась на Украине Три года назад Там же закончила вуз Приехала к нам в город Два года назад Фамилия ее Мурашка Интересно А где же она Целый год пропадала? А как мы это выясним? Мы же не влезем В украинскую базу данных Так-то оно так Но когда-то на юрфаке Со мной учился Серега Качан Ныне Сергей Иванович Это Полковник украинской полиции Иногда мы Перезваниваемся Так вот я выяснил Что Олеся Выехала из Украины Сразу после окончания вуза И границу она пересекла Под фамилией Гриценко Да-да Действительно Три года назад Олеся Мурашка Была Олеся Гриценко Ну Гриценко Это Фамилия ее отца А Мурашка Девчонка Фамилия матери Спрашивается С чего это вдруг Она решила Поменять фамилию Может мать с отцом Развелась Вот дочка И решила взять Материнскую фамилию Да я выяснил Отец с матерью Олеси не разводились У меня такое впервые Один человек А будто два разных На Олесю Мурашку У нас ничего нет А вот на Олесю Гриценко Кое-что имеется А что именно? Отказной материал Из архива Три года назад Мурашка приезжала В наш город По специальности Устроиться не смогла И пошла работать Продавцом Продуктовый магазин Кабанову Значит они все-таки Были знакомы? По какому поводу Отказной Буквально через месяц Как только Мурашка Стала работать Продавцом в магазине Кабанова Он заявил О крупной недостаче Обвинил девчонку В краже выручки Но через пару дней Принес встречное заявление Мол ошибка вышла Мурашка не виновата У нас есть адрес Где раньше проживала девушка Это уже хорошо Алло Игорь Петрович Ну я только что была У этой пенсионерки У которой Олеся три года назад Снимала квартиру Ну отзывается она О ней очень хорошо Но самое интересное Что Мурашка снимала квартиру Вместе с некой Галиной Новицкой Они дружили И даже вместе Работали в магазине У Стаса Новый адрес Галины я узнала Сейчас я вам его продиктую Детектив Лукина Рассказал Галине Что ее подруга Олеся Находится в реанимации И ее подозревают В убийстве Бедная Олеся Но чтобы она убила человека Это чушь Она даже мухи Галина Вы ведь тоже Работали на Кабанова Верно? Вы хорошо его знали? А при чем здесь Кабанов? Конечно спасибо Что вы мне рассказали Про Олесю Я обязательно к ней наведаюсь Но у меня больше нет Ни времени Ни желания С вами разговаривать До свидания Так ведь Олеся Обвиняют в убийстве Кабанова Как? Конечно нельзя так говорить Но так этой мрази и надо Что вы имеете в виду? Наверное Стас опять выследил Олеся И начал ее шантажировать Опять? А можно поподробнее? Я не хочу об этом разговаривать Я замужем У меня ребенок Будет скорый А если эта грязь всплывет? Так ведь Олеся Десятка светит А вы же вроде Лучшими подругами были Я боюсь И мне стыдно Галина Алексеевна Даю вам честное слово Я не буду действовать Против вас О нашем разговоре Никто не узнает Если бы вы были полицейскими Я бы вам этого не рассказывала Стас сначала заставлял Меня заниматься Проституцией А потом и Олесь И как же он это сделал? Он подстраивал Недостачи выручки В магазине А я давно за тобой Девочка заметил Ты на руку-то нечиста Это неправда Станислав Дмитриевич Я деньги не брала Да? А где же они? Четверть выручки Как корова языком Слизнула А ты тут дурочку Из себя корчишь Я по накладным По кассовым чекам Все до копеечки проверил Все Но я не знаю Где деньги Сейчас ты обо всем Узнаешь Будешь на зоне До блеска задницы Нарошлифовать Все я звоню Полицей Станислав Дмитриевич Ну это какая-то ошибка Я отработаю И верну вам Недостачу К частному детективу Игорю Лукино Обратился бизнесмен Юрий Курносов Накануне его жену Олесю Курносову Нашли в парке Без сознания С ножом в руке В нескольких шагах От нее был обнаружен Труп неизвестного мужчины Сколото резаной раной Олесю подозревают В убийстве этого мужчины Однако Юрий не верит В виновность жены И просит детектива Лукина Провести независимое расследование Отработает она И сколько что Будешь отрабатывать Со своей зарплаты Продавщицы Ну мне негде Деньги взять Не знает она Я не знаю Ты тут одному нужному человеку Проглянулась Все расспрашивала Тебя расспрашивала Вот если проведешь С ней вечерочек Глядишь Он бы на уступку В бизнесе пошел Да и я бы Недостачу простил А? Галь Ты подумай И вы что же Согласились? А у меня был выбор Стас вызвал полицию Правда потом написал Встречное заявление Что недостачи нет И все в порядке После того Как вы долго отработали Почему не ушли от Кабанова? Ну тот-то Стас и проявил Всю свою сущность Все завтра Все завтра Где-то что? Заявление об уходе Вы же сами сказали Что я с вами Полностью расплатилась За долг Так я от своих слов И не отказываюсь Мой приятель Тобой доволен Только у меня Против твоего заявления Вот это на кон поставлю Посмотрим У кого козырей больше Увольняйся Только я сегодняшний Эти фото Отошлю твоей маме Старшему брату И твоему жениху Ах ты мразь Ну кася Вот умница Поняла Кто здесь главный Молодец Теперь слушай меня Значит сегодня Днем И всегда Ты работаешь продавщицей А ночью В моем распоряжении Поняла? Я не буду Зачем вам это? Кстати В ночную смену Ты бы заработала Раз в пять Больше чем днем Продавщицы Поверь Подумай дура Подумай Хоть семье поможешь Свободно Продуктовый магазин Стаса Был его прикрытием И прибыли ему не приносил Девочки по вызову Бордель Вот его основной доход Что же Кабанов таким образом Всех продавщиц магазина Вербовал в проститутки? Не всех Искал кого победнее Иногородних Молоденьких Чтобы и лицо И фигура была Это я поняла Когда уже в капкан попалась Ну и Олесе потом попалась Ну а почему же вы Олесе Не предупредили? Я же думала Что я долго отработаю Закончится этот кошмар Поэтому и молчала Ну а когда рассказала Поздно было Как же вы вырвались? Случай помог Олесе понравилось Местному авторитету Биллу Без мозгов Зверь просто Одним словом Он крышевал Бордель Стаса Ну и пользовался Его услугами бесплатно То есть нашими Ну и что? Этот Билл захотел Выкупить Олесю Стас боялся Билла Но и Олесю отдавать не хотел Она спросом хорошим Пользовалась Но ему уступил За большую сумму Так и что же Билл забрал Олесю? Не успел Его по ливце поймало Ну вон наркоту В кармане нашли Хотя все мы знаем Что Билл наркоту не промышлял И чем же все закончилось? Ну после ареста Билла Стас экстренно распустил всех девочек У него разборки с крыши начались Ну и мы все разбежались Игорь Петрович Вот Бобров Борис Константинович По кличке Билл Дважды судимый за грабеж И хранение наркотиков Три года назад Его приговорили к шести годам колонии Но освободили условно досрочно Две недели назад Как он характеризуется? Как? Дерзкий, жестокий, властный Физически очень силен Кстати, владеет приемами рукопашного боя Так, а проживает он на улице Гоголя? Да Если я не ошибаюсь Этот участок обслуживает участковый капитан Сухарев Мой давнишний знакомый Я думаю, попросим мы его об одной услуге А какой? Ну, дело в том, что участковый Ну, в силу своих должностных обязанностей Должен посещать по месту жительства Лиц условно досрочно освобожденных Вот он и пусть навестит Биллу Вместе с Егором А Егор, он в качестве кого будет? В качестве сержанта Патрульной постовой службы О, Господи Я думаю, Сухарев мне не откажет А я, кажется, ментов не вызывал Ты в Борис Кровни себя вел Паспорт предъяви Понятно Профилактировать меня пришли А на ком вы и вам мой паспорт? Вы что, меня не знаете? Регистрацию проверить Ты после освобождения Должен был в течение трех дней зарегистрироваться Да прописался я в натуре Ну, пошли, похожу А на работу устраиваться думаешь? А от работы кони дохнут, начальник Ты давай мне мозг не взрывай, хорошо? У меня дело важное, а тут ты Должен был в течение трех дней Ну, что, получили ксерокопии фотографий Угу, убедились, что я не вру? Да, цену мою знаете Где встретимся? Ага На пустыре за гаражами Ага, хорошо Ну, пустырь пошел Ну, видишь этого? Смотри, что у него в руках Давай, записывай Да кто это? Не знаю Я думаю, просто сидит мужик отдыхает А он, похоже, как им и Биллом интересуется Надо Егору позвонить, пока не поздно Я думаю, они с участковым еще недалеко отошли Я думаю, вы найдете, где здесь прятаться А я зайду с другой стороны Здесь скоро Билл появится А если не появится? Вдруг он свернет? Не свернет Я свой участок до сантиметра знаю Ну, это хорошо Анют, постарайся записать все на камеру Ну что, пора по местам? Ну, это хорошо Железяка, спасибо Стоять Ну, Казаков Эдуард Григорьевич Может, скажете, зачем вы собирались Убить гражданина Боброва по кличке Билл? Никто его убивать не собирался Нужен он больно А железяка это, чтобы от комаров отмахиваться? Билл шантажировал моего шефа фотографиями Вот он попросил меня эти фотки у него отобрать А кто ваш шеф? Юрий Курносов Владелец строительной компании Я работаю у него в службе безопасности Ну и как же вы вышли на Билла? Это не я Курносов сам его вычислил У него знакомые среди силовиков По телефонному звонку вроде Когда они договаривались о цене на снимке И что дальше? А дальше шеф мне позвонил И сказал, что договорился о встрече с Биллом Я сам ему это место подсказал Там удобнее всего и свидетелей нет А что за снимки? Я не знаю Мне платят, я делаю Решних вопросов не задаю До выяснения всех обстоятельств Посидите в камере Конвой Увести задержанного И давайте ко мне Билла Ну в смысле Боброва К частному детективу Игоря Лукино Обратился бизнесмен Юрий Курносов Накануне его жену Олесю Нашли в парке без сознания С ножом в руке В нескольких шагах от нее был обнаружен Труп неизвестного мужчины С колотой резаной раной Олесю подозревают в убийстве этого мужчины Однако Юрий не верит в виновность жены И просит детектива Лукина Провести независимое расследование После выяснения личности убитого Становится понятно, что разгадка преступления Кроется в недавнем прошлом подозреваемой Не понимаю Вот это по какому праву? Вы придурка, который мне голову собирался Проломить, арестовываете Я прокурору жалобу подам Ну все, дежурную обузу прогнал и хватит А откуда у вас эти снимки? Дня три назад В парке нашел Гулял Глядь они на тропинке валяются Посмотрел, понравились Евгеньевич Вот это тебе ничего не напоминает? Попал ты, Бобров Попал? Че попал-то? Три дня назад я с друганом в парке выпивал Свободу обмывал Домой пьяный возвращался За гвозь зацепился Вот футболку и порвал Вам знакома гражданка Олесия Гриценко? Она же Мурашка Девушка вот с этих фотографий Свидетель утверждает, что ранее вы были знакомы Да мало ли кого я знал, а? Позавчера в парке ее нашли в тяжелом состоянии Рядом с ней труп мужчины Клочок от твоей футболки, опять же, обнаружен там Ой, слушай тебя, начальник, заснуть охота Ты мне знаешь, че скажи? Против меня прямая доказуха есть? Я думаю, Бобров в коридоре Пусть подождет, конвой на месте Подождите в коридоре, Бобров Не расколем мы его Все улики косвенные Есть у меня одна идея Ну и что вы здесь за цирк замутили? Куда вы меня привели? К палате Курносовой Ну, ты ее знал, как Гриценко Ой, знал, не знал, ну и че? Устроим тебе сейчас очную ставку Курносова пришла в себя и дает показания Да ладно, меня на пон брать, начальник Сам посмотри Скажите, Курносова Кого вы встретили два дня назад в парке Во время утренней пробежки? Кабанова Который раньше держал бордель и била И что произошло потом? Ну, не будем им мешать С показаниями Курносова вас позже ознакомят Я знаю, кто меня под срок за наркоту подставил И кто же? Кабанов Это он мне наркоту в карман подбросил, а потом ментам позвонил Зачем? Девчонку не хотел мне отдавать Я ему сполна заплатил, он деньги взял А потом ментам меня сдал Падали А ты, значит, как освободился, сразу побежал разбираться? Ну, решил бабла снять А потом его кончить А он нищий, увидел меня, аж обомлел от страха Говорит, знаю, у кого деньги можно взять Он Курносов имел в виду? Ну, да Сказал, что она замуж удачно вышла Богатая стала Кабанов ее выследил Она должна была деньги через пару дней принести Я на встречу со Стасом пошел Не доверял я ему Ну, чего красивая? Вот мы и встретились Помнишь меня? Купила тебя когда-то Искала ты вот где Ты деньги принесла, бегунья Снимки-то вот они, вот Да пошли вы оба Я вас не боюсь Я вчера все мужу рассказала А будете приставать, так я в полицию сообщу, понятно? Ты че вякнула, скалопендра сушеная Ты мне деньги сперва верни, потом вякать будешь Никаких денег нет и не будет А если бы дюремному супу соскучился Так это быстро устроить можно Денег-то не отпускал, ясно? Отпусти, гад! Помогите! Не верни! У него непруга, кажись, кончилась Билк, ты это А? Вы что? Вы что? Вышел ты мне из доверия Давно, года три назад Ну что, Олеся Возьмешь на себя мой грех И мы с тобой считаем в расчете Юрий, а почему вы мне сразу Обо всем не рассказали? Вам Олеся когда призналась? Пять дней назад Вся в слезах Призналась мне во всем На коленях стояла Прощение просила Я простил Простил, потому что люблю ее Да и не по своей воле Ей пришлось пойти на это Да, два дня назад Вам позвонил Билл И предложил купить у него фотографии Компрометирующие вашу жену Да Только я не знал, что этот самый Билл Причастен к преступлению Я думал так Какой-то мелкий мерзавец Меня шантажирует Я бы, конечно, мог их купить Но я решил найти этого подлеца И навсегда отучить его Заниматься такими вещами А как же Олеся После того, как закрыли бордель Стаса Не побоялась вернуться в город? Мы познакомились два года назад На вокзале случайно Она уезжала к себе на Украину А я маму провожал Олеся мне очень понравилась Я ей тоже И я предложил ей работу у себя в офисе Теперь понятно, почему Олеся Уехала на Украину Поменяла там фамилию На Мурашко И вернулась обратно Да, таким образом она пыталась Стереть следы своего недавнего прошлого Но, как оказалось, скрыться от него невозможно Я могу ими распоряжаться по своему усмотрению? Да Игорь Петрович Я вам так благодарен Спасибо вам огромное И я надеюсь Про Олесю никто не узнает Конечно Главное, что вы приняли правильное решение Вы простили свою супругу Так что живите счастливо И ничего не бойтесь Олеся Курносова через несколько дней Пришла в себя И подтвердила все факты Установленные детективами По убийству Станислава Кабанова Бориса Боброва по кличке Бил Суд приговорил к 15 годам колонии Строгого режима Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Представляют Гражданка Михеева Да Я следователь Кутайкин На вашем месте я бы отдал деньги Добровольно Какие деньги Вы что Вить, ты чего Отдавай, что украла Где деньги Ленька, смотри Он Коль, это же наш конверт Здесь только 50 штук Где остальные? Там 2 миллиона было Куда остальные дела? Теперь это дело полиции Да бред какой-то Вы с ума что ли сошли? Налетели на женщину втроем Я ничего не брала И я вам это докажу Через час детектив Насонов Со своей новой клиенткой Миленой Михеевой Были в полиции у следователя Кутайкина А вы простите адвокат? Здравствуйте А я простите частный детектив Вот мое удостоверение Номер, лицензия И в полном соответствии с законом Имею право представлять интерес Своей клиентки по уголовному делу Ну-ну Присаживайтесь Милена Георгиевна У меня есть заявление потерпевших Виктора Павловича Мускатина И Леонида Федоровича Лепехина В соответствии с ним Вчера вечером Вы похитили из квартиры Лепехина Конверс с двумя миллионами рублей Простите, а чьи это деньги? Один миллион принадлежит Мускатину, второй Лепехину А откуда у этих граждан Такая сумма? Деньги заработаны законным путем Можете убедиться Решили перед девицами похвастаться Произвести, так сказать, впечатление Вот и доигрались А вы-то давно знакомы с потерпевшими? Витю давно, года три Он к нам в магазин приходил за костюмом Там мы познакомились А Леня Лепехин, это его друг Ну, несколько раз виделись Что же вчера произошло? Витя позвонил мне Сказал, что они вернулись с севера И заработали кучу денег Он хотел это отметить И пригласил меня к себе А он пригласил только вас? Нет, там была еще Рита Зотова Это девушка Лепехина Она в больнице работает медсестрой Вот мы все и собрались У Лени на квартире Ну, Рита Такого ты еще никогда не видела Два лимона, копейка в копейку И что, все ваши что-нибудь? Ну, половина Витьки Половина моя Ну что, влюбовались? Да А теперь давайте отметим Давайте Девчонки, помогайте Давайте Отмечаем Отмечайте тут А мне пора Подожди Ты куда? Мы же только начали Ну, Ленечек, ну мне некогда У меня начнут дежурство Ну, не обижайтесь, ребята Пока Подожди, я тебя провожу Ну, а мы Выпьем, да, Милен? Нет, 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 Вить Я не буду Я вообще думала, что мы с тобой вдвоем встретимся Без компании Ну, я так по тебе скучала А через полчаса я ушла домой Легла спать А утром вы ворвались С обыском Да, кстати А вам откуда стало известно о происшествии? А о незнакомом с Лепехиным Друзья Вот оно что Ну, тогда понятно Что вам? Понятно Да, позвонил он мне Преступление налицо Вот показания обоих потерпевших Понятно ему Ну, мне-то, например, понятно Что это дело вести вы просто не имеете права Потерпевшие утверждают Что после ухода гражданки Михеевой Продолжили ужин Ускатин принес вторую бутылку И на пороге ему стало совсем плохо Оба прямо в прихожей потеряли сознание Что ж, они там пили Тормозной жидкость, что ли? Водку они пили А когда они были в отрубе Деньги исчезли А экспертиза есть? Сильнодействующее снотворное Следы точно такого же препарата Найдены в бутылке водки Которую они выпили А там ведь была еще Рита Зотова Она медсестра в больнице работает Может достать любое лекарство Ну, Рита-то ушла до того Как бутылка была открыта Да И Кутайкин сказал, что в больнице все подтвердили Что она всю ночь на посту просидела Получается, кроме вас некому И конверт у вас в квартире обнаружен Как он туда попал? Как это объяснить? Никак Значит, дело безнадежное? Да не переживайте, прорвемся А чего вы замуж-то, замускательный, не уходите? Не зовет? Не зовет Как только будет новость, я вам сразу позвоню Хорошо Переговорив со следователем, Алексей Насонов Встретился с потерпевшими Скажите, а кто знал, что вы дома храните такую сумму денег? Да никто Только Ритка с Миленкой Выходит, что и Миленка виновата Воровка Послушайте, а ночью к вам больше никто не заходил? Да нет Мы одни были Но пока не вырубились Подожди, а Хомутов? Так, а Хомутов это кто? Сосед мой А он с вами пил? Ну, он зашел на пару минут Посидел и свалил А что? Поговорить хотите? Он в четвертой квартире живет Правда, его сейчас нету Он на междугородном автобусе шиферит К вечеру вернется Ну, ничего, подождем Ну, поправляйтесь, что Сейчас И что вы думаете всерьез на этого соседа Хомутова? Ну, теоретически он же мог знать про деньги, да? Мог Лепехин и Мускатин Сидят, выпивают Два мужика Разговаривают громко Лето, жарко Окна открыты Стены тонкие Конечно, он мог про деньги знать Но я все-таки не понимаю Как он мог незаметно подсыпать с назорной в бутылку Если Лепехин и Мускатин сидели за одним столом А вот это уже вопрос Да Жаль, что придется ждать до вечера Но у нас есть еще Рита Мне следователь дал ее номер телефона Алло Маргарита Андреевна Здравствуйте А я частный детектив Моя фамилия Насонов Да-да-да Я частный детектив Милена, моя клиентка Я хотел бы с вами встретиться У меня есть к вам пару вопросов Ну, если это, конечно, возможно Так Так Все договорились Сейчас я буду До встречи Найди Данилу Пусть ждет меня у городского сквера Понятно? Хорошо Милену Михееву обвинили в краже двух миллионов рублей Потерпевшие пришли со знакомым следователем К ней на квартиру без ордера на обыск И обнаружили часть украденных денег Для начала детективы решили допросить Маргариту Зотову Которая, как и Милена Тоже находилась в той квартире, где лежали деньги Здравствуйте Это вы частный детектив? Здравствуйте, это я, Рита У меня к вам несколько вопросов Скажите, вот у вас и у Милены серьезные отношения с двумя друзьями Это имеет отношение к тому преступлению, которое вы расследуете? Я ведь не обязана отвечать? Нет, не обязана, конечно Воровку нельзя оправдывать Она не у какого-то чужого У своего же мужика украла Дрянь Ну, я думал, вы подруги Вам показалось У вас ко мне все? Я опаздываю Ну, тогда все Не смею вас задерживать Ну, тогда до свидания Алло, Данила Сейчас мимо тебя пройдет женщина лет 30 Такая одета в бежевую, кофту у нее с какими бордовыми цветами Понаблюдай за ней только аккуратно Если будет с кем-то встречаться, записывай на видео Давай Ты что хотел? Да я уже здесь На Гвардейской где? Ой, я тебя вижу Помощник детектива Данила установил наблюдение за Маргаритой Зотовой Здравствуй Сумасшедший, ты что? Люди кругом вдруг кто увидит Ну, ты что? Ну, пошли тогда ко мне Пошли Пошли, пошли Витя с Ритой Это... Это что? Ну, если верить своим глазам, то это не просто знакомство Вот хищница Она умеет себя подать Вы видели, как она красится? А как ведет себя? Ни один мужчина перед ней не устоит Ну, а Лепехин-то что? Неужели он ничего не замечает? Я думаю, Рита с Леней для вида встречалась А сама давно уже на сторону смотрела Но я и не думала, что на Витю Алексей Викторович, ну я так думаю, что если у Маргариты тайный роман с Мускатином То это еще ничего не доказывает Да, в этом любовном квадрате все не так просто Ну, если она не лжет и конверт ей действительно подбросили То значит, у кого-то есть ключи от ее квартиры Да, я уже спрашивал Запасные ключи есть у Мускатина А поскольку он числился у нее в женихах, она ему доверяла Но Мускатин все время был с Лепехиным И отходил буквально на 10 минут за водкой То есть за это время он до квартиры бы добраться не успел Ну, а Рита всю ночь продежурила в больнице Ладно, здесь мимо Все, давай, скоро, наверное, сосед Лепехина с работы вернется Через час Насонов встретился с соседом Лепехина Русланом Хомутовым Здравствуйте, вы кому? Здравствуйте, я частный детектив У вас тут по соседству кража случилась Хотел бы задать вам пару вопросов Ну, я только что с работы Никого не ждал Скажите, вы вчера ночью заходили к своему соседу Лепехину? Эту парочку давно прищучить надо И Лепехина, и дружка его этого Мускатина Взяли моду Ночью Орать во все горло и бухать Ну вот, пришлось прийти к ним Разбираться Вы когда в квартиру заходили, вы ничего там подозрительного не заметили? Ну, сидели два мужика Квасили Да нет Я ничего не заметил А когда вернулись, вы сразу спать ли гляну? Не сразу Глянул в окно А из подъезда Друг Лепехинский выходит У нас магазин рядом Круглосуточный И там Из-под полы Водкой торгуют Даже по ночам Ну, это точно водки-то не хватило Да куда в них эта водка-то лезет? У друга этого Лепехинского Водка уже из ушей текла Едва отошел от подъезда Его прямо на газон и Вывернуло Стошнило? Ну да Прямо на газон Мне из окна Хорошо было видно это Понятно Ну, спасибо вам Извините, что побеспокоил До свидания Да нет, до свидания Аня, ты здесь? Ой, Алексей Викторович Здрасте Вы, наверное, устали? Хотите кофе? Ну, давай Слушай, если мускатина Так прополоскала-то То, значит, действие снотворное Не оказало на него Такого сильнейшего воздействия Ведь он вырубился Раньше Лепехина Ну, и даже на алкоголь Разные люди по-разному реагируют Смотри, пили вместе То, что Лепехина ничего А мускатина вот тошнить стала Фу, ладно Надо съездить в больницу Где эта Рита работает Женщина, конечно, неприятная, но Алексей Викторович А давайте я съезжу А вы пока посидите Отдохнете Да ладно, ладно Сиди в офисе Я сам съезжу Пусти Ну, отойди Ну, я же сказал Пройду Значит, пройду Жена у меня там лежит Ну, мне нужно пройти Ну, я хочу пройти Нельзя Поздно уже Понимаешь? Посещение до 7.00 Завтра приходи Да ты чё? Тебе чё, вручную объяснить, что ли? Ай, тихо, тихо Ай, тихо, тихо То я тебе сейчас сам вручную объясню Не дергайся, руку сломаю Может, я вообще суток на 15 устроить, а? Не надо, не надо Да ладно, не трогайте его Пусть идёт Он же пьяный, видите? Эй Давай, собирайся в хозяйство Дуй отсюда Возьми, держи Всё, иди Спасибо вам большое А вы из полиции, да? У нас такое редко бывает Обычно у вас всё спокойно Ну, опять же, видите, камеры повесили А камера вообще над всеми входами висит Это же, ну, не единственный ваш вход Да, конечно Правда, вот над чёрным входом Камера недавно сломалась Но он всегда закрыт А ключи у персонала Медсестрички, когда опаздывают Они обычно там всегда ходят Они, значит, одежду бросают в подсобку И как будто она тут всё время была Изобретатели у вас медсёстры Молодые Ну, а ночью они вот здесь бегают Вот вчера Ритка Зотова На дежурство на такси приехала Говорит, что к ней Жених нагрянул неожиданно Знаете, мне ваша помощь нужна В районе действует серийный преступник Ну, полиция, во всяком случае, так думает Вчера я увидели около больницы Вы не могли мне помочь посмотреть видеозаписи ваши? Вы знаете, мне положено Без начальства Ну, да ладно Пойдёмте Только с техникой сами будете разбираться Потому что я не в зуб ногой Хорошо? Пойдёмте Алексей Викторович привёз из больницы копии С камер видеонаблюдения Послушайте, а вам вот не кажется странным Что вышла из строя как раз та камера Которая находится над неохраняемым входом, а? Я на всякий случай взял записи стальных камер На, держи Боже мой, сколько их там? Да не переживай ты так Смотрим только ночную съёмку За одну ночь и с одной камеры Камеру номер три сейчас Открывай Так, стоп А вот сейчас немножечко вперёд Теперь верни Вот кто это, а? Это Маргарита Разговаривает по телефону Она что, вышла из здания только что, поговорить по телефону? Она что, боялась, что её кто-то подслушивать будет? Ну, может, разговор был интимный С кем? С женихом Лепёхиным или с любовником Мускатитом? Которые, к тому же, оба в этот момент находились в отключке в квартире Лепёхина Завтра Ритой занимаемся вплотную На следующий день детектив Насонов встретился с Леонидом Лепёхиным Витька тоже Путались за моей спиной Я их убью Обоих Скажите, а вчера Рита сильно на своё дежурство опаздывала? Ей Ещё часа полтора оставалось А она как-то объяснила свою спешку? Сказала Голов врача юбилей Неудобно говорить, если опоздаю И ушла Милену Михееву обвинили в краже двух миллионов рублей у своего жениха Виктора Мускатина и его друга Леонида Лепёхина У неё в квартире обнаружена часть украденных денег В ходе расследования выяснилось, что к краже может быть причастна девушка Лепёхина, Маргарита Зотова Которая тайно встречалась с женихом Милены Ну смотри Вчера не было юбилея ни у главврача, ни у кого-либо ещё в больнице То есть это всё неправда Ну а где же была Маргарита? Почему она соврала Лепёхину и охраннику? Я думаю, что мы на финишной прямой Данила там рядом с тобой? Ну-ка дай ему трубку Дань Иди тебе, Алексей Викторович Да, Алексей Викторович Данила, а у меня для тебя есть работа Ну достаточно деликатная Значит, слушай меня внимательно Девушка, вы же здесь работаете? Ну? У меня просто жена после операции, а в отделение не пускают Ну я не в интенсивной терапии работаю, ничем помочь не могу Девушка, а можно позвонить с вашего телефона? Просто вот мой он сел и мне надо срочно позвонить Мы всё-таки перестаем Нашёл в урочку Ага, сейчас я тебе дам, а ты с ним дёрнешь Знаем мы таких аферистов Да подождите, девушка Я вам оставлю кошелёк свой В нём денег больше, чем ваш телефон стоит Возьмите Давай только быстро Спасибо, спасибо большое Данила установил шучок в телефон Маргариты Алё, алё Теперь, когда Данила выполнил деликатное поручение Алексея Викторовича Детективы могли прослушивать телефонные разговоры Маргариты Зотовой Ну что, включай, сейчас проверим Подводит меня моя интуиция или нет Ты где? Домой иду, а ты? В магазине плазму выбираю Я уже извёлся везде ко мне Ну хорошо, через час буду Точно будешь? Да точно Да не дрожи ты так Не уплывут от тебя твои денежки С кем это она разговаривала? Я так думаю, что с Мускатином Встречаются они через час Данила, за этот час ты должен установить его в квартире камеру Хорошо, только чур, вы на шухере Ты пошути, я ищу Насонов уже понял, кто украл деньги и как Но нужны были доказательства Данила отправился выполнять очередное деликатное поручение детектива Данила, я ищу Алексей Викторович пригласил следователя Кутайкина к дому Мускатина Чтобы доказать невиновность своей клиентки Милены Посмотрим, что из этого выйдет Витюш, давай чайку сначала, а? Давай уже не томи, а? Ну давай, ты че? Че ты так волнуешься-то? Да на, на, на Там же два лимона было Пятьдесят штук ты подкинул на Милене Остается миллион девятьсот пятьдесят Ну остальное моя доля Да ты что? Я эти деньги заработал Я? Ну допустим не один ты, Лепехин тоже Да что про него вспоминать? Возьми себе сто штук Остальное мое Сто штук? Вот значит как ты мою помощь ценишь Да если бы не я У тебя вообще бы ничего не выиграло Ах ты что, штука А ну отдай Не отдам Отдай, говорю Не отдам А ну стой Ну я думаю пора Стоять Аня Отдай Где деньги? Не отдам Здрасте Стоять Не выследи вещи Это все он И соблазнил меня И на кражу подбил Засохни Так все спокойно В полиции Во всем разберутся Правильно господин Куда идти? Прошу На следующий день Насонов приехал к клиентке Милене Михеевой В общем у Скатин уже давно Собирался от вас уйти к Рите Только повода никак не мог найти Ну а здесь он решил Одним ударом двух зайцев убить Присвоить себе оба миллиона И от вас избавиться Ведь не мог же он Как порядочный человек Жениться на воровке А зачем ему нужен был повод? Сказал бы прямо А деньги Рита украла Я думаю в тот момент Когда у нас стол накрывали Ну суета была Все основали туда-сюда Это было несложно сделать Вытащить конверт из тумбочки Ну а теперь отметим Девчонки помогайте Давайте Отметим Давай 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 сюда в центр Потом Потом Рита Поехала к вам домой Ключи от вашей квартиры Ей дал Мускатин Там она спрятала Конверс с частью денег И из-за этого Она едва-едва успела К себе на работу Ну на дежурство А снотворное? Снотворное Которое Рита дала Мускатину Он подмешал в бутылку водки Чтобы обеспечить себе алиби Он сделал вид Что открывает запечатанную бутылку Ну и потом пил вместе с Лепехиным А потом? Потом Мускатин побежал за добавкой Выбежав на улицу Он вызвал у себя рвоту Чтобы избавиться от снотворного Купил бутылку водки Вернулся к Лепехину И упал на пороге Я думаю из него хороший артист бы получился И это все? Нет А Мускатин дождался Когда Лепехин вырубится После этого он позвонил Рите Убедился, что все в порядке После чего принял снотворное И запил водкой Ну чтобы утром анализы Показали наличие препарата в крови И вот уже только после этого Он уснул по-настоящему Извините Здрасте Леня, а ты чего? Что-то случилось? Да нет Просто я подумал Ладно, я потом зайду Если ты не против Хорошо Я двери сам закрою А мне кажется, я знаю, зачем он приходил Может быть, вам его вернуть? Лепехин не стал подавать в суд На своего бывшего друга Мускатина Он женился на Милене И молодожены уехали в Сибирь Кто-то не стал подавать в суд Продолжение следует... Лепехин не стал подавать в суд